Девочка-пай Я руководитель отдела тестирования бронекуновения лаборатории Касперского. Я занимаюсь анализом защищенности сетей различных заказчиков, как телекомных, так и обычных индустриальных, в том числе оба себя интересны, включая и безопасность банкомата, всяких разных платежных систем и так далее. Пришел в безопасность к работе я где-то лет 7 назад, но безопасность в том или ином виде я занимался уже лет 10, потому что мне интересно, как устроены различные системы, как они работают, как взаимодействуют, и мне было всегда интересно, что может пойти не так. Первая компания, которая работала, была Positive Technologies, и туда я попал через конкурс, который проходил на похожей конференции, Positive Hack Days, и я занял второе место. По сути, пришел какой-то человек из ниоткуда, не знакомый с комьюнити, и занял первое место, ну и дальше мы заинтересовались, и я начал работать. Только я пришел на работу в первый год, я нашел достаточно интересную уязвимость, которая была принята на конференцию Black Hat, после этого другие ресерчи, и в принципе комьюнити помогало мне, и я старался отдать какую-то информацию для комьюнити. Цель доклада в том, чтобы привлечь внимание к проблеме, которая существует, и которая зачастую умалчивает, с людьми, ответственными за это, по тем или иным причинам. Например, они хотят какой-то плохой репутации для своего банка, они не всегда знают, что происходит. Кто-то занимается тем, что считает деньги, и не готов тратить ее на безопасность. Безопасники знают о существовании каких-то проблем, и мы как связующее звено объединяем эти две концепции и рассказываем, что безопасность – это действительно важно, потому что те деньги, которые вы сэкономили здесь, они могут уйти в совершенно другом месте, и зачастую в гораздо большем количестве. К сожалению, банкоматы так или иначе уязвимы все. То есть мы не встречали еще такого банкомата, который был полностью защищен от любого вида атак. Банкоматы – это достаточно сложная система, в которой есть множество движущихся частей и множество взаимодействующих частей. Есть безопасность самого железа внутри, то есть самих прошивок, самих устройств, считывающих информацию с вас. Есть проблемы софта, то есть проблемы того, с чем обычно человек взаимодействует, и то, что в банке более понятно. Есть проблемы с сетевого взаимодействия, потому что, например, если кто-то представит себя как банкомат для сети банка, то он, в принципе, может положить какое-то количество денег себе на счет и таким образом их изъять. Есть громкие скандалы, связанные с этим, например, в прошлогодний, мне кажется, скандал с США, когда из множества банкоматов начали вытаскивать деньги с помощью эндоскопа, так называемая атака с помощью эндоскопа, когда человек куда-то залезает внутрь и нажимает специальную кнопку или подключается куда-то. Есть множество атак, связанных с логическими взаимодействиями, так называемых, когда что-то добавляется внутрь банкомата и таким образом приземаются деньги. Но есть и базовые проблемы, которые называются кто-то приходит, засовывает в запчатку банкомат, взрывает его и достает. Но это в том числе может быть и началом какого-то более сложной атаки, потому что нам известны случаи, когда банкоматы выкрадывали целиком с целью изучить его и понять, как он работает, чтобы проводить те самые атаки, о которых мы рассказывали. Любое такое нестандартное взаимодействие с чем-то меня впечатляет, потому что это достаточно интересно. Какие-то типичные уязвимости, например, переполнение буфера, либо SQL-инъекция. Правда, это все знают. Вот так называемые логические атаки, когда ты атакуешь не саму систему, а то, как она себя ведет, это гораздо интереснее и гораздо сложнее. Нельзя сказать, что каких-то атак стал меньше или каких-то атак стал больше. Они просто происходят в других местах и в других регионах. И это типичная проблема, например, с Азией и Европой, потому что у нас есть определенные культурные различия друг с другом, и мы достаточно далеко находимся. И какие-то атаки, которые происходили, например, в Азии, они приходят к нам, и мы такие, ой, неужели и такое возможно? Нельзя сказать, что новые банкоматы как-то принципиально там по-новому защищаются. Есть новые вендоры, новые компании, которые начинают продавать банкоматы и появились совсем недавно, лет 5, может быть, у них лет 6. И по сравнению с зубрами рынка, у которых там большая тройка вендоров, они, возможно, будут менее защищенными ровно по той причине, что банкоматы прошли хоть какую-то эволюцию постепенно. Поэтому, к сожалению, новые банкоматы могут быть ровно так же незащищены. Мне кажется, что биометрия будет набирать популярность все больше и больше, потому что она входит в нашу жизнь уже во всех областях. Наши телефоны уже собирают наши отпечатки пальцев или собирает наше лицо. Авторизация по голосу про то, о чем мы говорили в докладе, уже тоже существует. И так как это набирает популярность, то, скорее всего, это привлечет в том числе внимание злоумышленников. Поэтому боюсь, что биометрия будет трендом ближайшего года. Пока! КОНЕЦ Е... ПИЛЕГ Е... ПИЛЕГ